Всем респект, брат, с вами Родёр 120 Гигабайт, и сегодня мы посмотрим на такую игрушечку, которую сделал российский, как я понимаю, разработчик или разработчики. Я надеюсь, он всё-таки был один, и возможно, он там без руки, без ноги, тогда ему можно просить многое, но не всё, к сожалению. Игрушка называется Evil, такое вот оригинальное название. Увидел её сегодня в Steam, думаю, дай посмотрю, что за фигня. Новая совсем игрушка, думаю, ну надо, иногда какие-то совсем неизвестные игры, какой-нибудь даже трешачок обозревать, и, собственно, наткнулся, на самом-настоящий треш, на самом деле, просто полный ад, друзья мои, я нахрен таких игр вообще давно не видел. Давайте мы начнём, и просто я буду рассказывать вам всё по порядку. В общем, игрушка представляет из себя хоррор, как вы, наверное, уже могли догадаться, и мы на загрузке сразу видим первый плюс игры из трёх, всего их три. Но вот это первое, это указание клавиша управления, молодцы разработчики о нас подумали. И, конечно, меня смутило то, что вот они обращают внимание на баг с тем, что иногда персонажам уж не ходить, и надо два раза нажать Escape. Это, конечно, странно. Ладно, давайте посмотрим на второй плюс этой игры, которая нам прям в самом начале показывается, и вот он, друзья мои, это сиськи. Сиськи это то, что обратило моё внимание на эту игру, и то, из-за чего я купил. Я подумал, ну раз есть сиськи, мы сможем обозрить хотя бы сиськи. Вот, собственно, сиськи, друзья мои, вы видите, сиськи, они вполне себе неплохие. Сделаны, как я понимаю, на Unreal Engine 4. Второй день меня уже мучит эта бессонница. Грустный смайлик, какой интересный подход к субтитрам, чтобы показать эмоции, друзья мои. Молодцы разработчики, да, думались. Как же странно, что никто этого раньше не делал. Чувствую себя, чувствую, сегодня меня ждёт весёлая ночь. Видимо, разделась, хотел помастурбировать, да не тут-то было, видимо. О, господи, друзья мои, как же я испугался, как я испугался. Но нет, на самом деле, я, конечно, не испугался. Там действительно кто-то был или у меня галлюцинации, спрашивает наша героиня. Ну, давай же выяснять. Собственно, у нас есть сиськи, что мы поняли вначале. Пойду мою лицо холодной водой, говорит нам надпись на сиськах. Соответственно, мы обязательно попробуем это сделать, но давайте сначала осмотримся. Так, кроме сисьек, что же у нас есть? У нас есть ковёр и обстановка, которая намекает на дом отдыха просто образца 95-го года, что, конечно, навевает определённую ностальгию. В целом, игра выглядит отвратительно, особенно учитывая, что это Unreal Engine. Больше ничего выделить не могу. Я могу выделить только сиськи, ковёр и вот обстановочку такую, которая навевает ностальгию. Так, ладно, ну давайте попробуем, собственно, поиграть, да, давайте попугаемся. Смотрите, какая страшная игра. Вот у нас там телевизор есть, да, вот он не работает, кошмар. Странно, да, очень странно, что телевизор не работает, да. То, что мебели в квартире почти нету, да, вот мы выходим, смотрите. Я сначала думал, что я в какой-то гостинице, но нет, это дом, друзья мои. Это дом главной героини. Вот здесь у нас, собственно, комнатка есть какая-то, да, тоже мебели у нас по минимуму. Видимо, хозяева дома просто продали всё, что у них было, чтобы купить огромный, бесполезный дом здоровенный. Туда мы пройти не можем, там слишком темно. Как не пытался туда попасть, да, тут вроде как есть свет, пожалуйста, включи свет и иди. Нет, нихуя, нельзя туда пройти. Такая вот хрень, ну, друзья, ну, давайте дальше пойдём. Открываем все двери подряд, открываем. Нужно включить свет. Вот это вот, кстати, одна из особенностей игры, друзья мои. Надо включать свет, чтобы войти в комнату. Ну, это ванная комната, как мы видим. Ничего мы тут сделать не можем, можем спустить унитаз. Вот, это просто напоминает мне времена Deep New Kim 3D, где я очень радовался такой возможности. Здесь мне это, если честно, не очень нравится. Здесь я хочу, чтобы меня начали, наконец, пугать, друзья мои. Так, что же мы видим тут? Тут мы видим голову какого-то демона, который нам совершенно не даёт никаких намёков, то, что за этой дверью скрывается что-то интересное, друзья мои. Собственно, пытаемся туда пройти. Закрыто мне, никогда не разрешали заходить туда. Ну, собственно, да, совершенно ничего интересного там нет, 100%. Ладно, давайте тыкаться везде, где можем. Во все двери пытаемся войти. Естественно, не можем, пока не включим свет, несмотря на то, что во всём доме свет горит. Но в комнатах он везде погашен предусмотрительно, и мы не можем туда пройти без этого. И что же мы видим за этой дверью? Мы видим последний плюс игры. Это замечательный пылесос Typhoon, который у меня был в 1994 году, когда я жил на станции метро Каховска и получал пизды от ребят во дворе, потому что только что туда переехал. Вот такая вот штуковина. Дальше я уже просто автоматически везде включаю свет. Тут есть банька, кстати говоря, тоже очень круто. Мы же хотели умыться, но тыкая на раковину ничего не происходит, никак взаимодействия не получается. Слышим какой-то стук, спрашивает она, вернулись родители? А мы смотрим и удивляемся, знает ли фирма Calgate о том, что их торговая марка используется в этой игре. Ну, пойдёмте посмотрим, что там за дверью. Ну, возможно, родители всё-таки вернулись, и они спасут нас от страшной, ужасной женщины, которая ходит и нас пугает по дому, да, которую мы видели пока только один разок. Эй, кто там? Спрашиваю я. Что же мы получим в ответ? О боже мой, это какой-то взрыв. Что же мне делать? Мне надо выяснить. В кабинете отца есть доступ к камерам, значит, я, наверное, могу пойти в кабинет отца и посмотреть, что случилось снаружи. Такая должна быть логика, правильно? Я же не могу посмотреть в глазок, но хотя бы могу посмотреть в камеру. Ладно, давайте будем бегать, искать, тыкаться опять везде и открывать все двери, включая, естественно, свет. Так, тут у нас кухня, друзья мои. Дешёвая кухня, которая стоит максимум 9000 рублей. Помню, рассматривал такой вариант, когда делал ремонт в своей квартире, но не стал покупать, потому что она слишком убогая. Несмотря на то, что дом огромный и, соответственно, скорее всего, дорогой, почему-то у хозяев квартиры не хватило денег на мебель и на нормальную кухню. Здесь у нас есть комнатка, где мы не можем абсолютно взаимодействовать ни с чем, ни с мечами, ни со статуей, ни с камином. И вообще непонятно, нахрена она тут нужна. Ничего не видно, слишком темно снаружи. Я туда вообще не смотрел. Ну да ладно, пусть так будет. Жрать она не хочет, я пытался пожрать. В общем, друзья мои, надо тыкаться везде, тыкаться везде и просто понять, что тебе надо сделать. То есть, что происходит. И что нас здесь ожидает в этой игре? Это, конечно, куча скримеров. Вот так нас пугают разработчики. Я специально сделал потише свою гарнитуру. Вот этот скример, друзья мои, ну это просто пиздец. Я помню, я вот эту картинку использовал для обложки своей группы, которая называлась Absolute Damage, когда мне было, по-моему, лет 14. Мы там с другом пытались сделать какую-то группу убогую совершенно. И это обложка со скримера, короче, с какого-то в интернете, с какой-то там, с какой-то флешки, да, там очередной, которые были очень тогда популярны, да, там в начале 2000-х, в конце 90-х. Так, здесь что? Комната родителей. О, здесь какая-то книга. О, господи, как страшно. Сатанинская книга. Это же сатанинский знак. Что здесь делает эта книга? О, боже мой, я тут столько лет, у меня-то сиськи успели вырасти. А я, короче, нифига не поняла, что мои родители ёбнутые, видимо, какие-то, и читают сатанинскую литературу. Причём вообще особо не парясь, да, то есть оставляют просто книжки на столе и не парятся. Ну, давайте дальше играть. Так, что же у нас за этой дверкой скрывается? Были ли мы тут? Нет, комната выглядит незнакомая. Что у нас здесь, друзья мои? Давайте посмотрим какие-то фотографии из интернета. И, собственно, здесь очередной скример с перегруженным звуком. Что же у нас в шкафчике? Давайте посмотрим. О, господи, боже мой, я испугался. Нет, я не испугался, друзья мои. Собственно, тут мы видим, что есть какая-то долбящаяся в глаза, видимо, женщина, которая чего-то от нас хочет, друзья мои. Конечно, разрабам дизреспект за то, что они пытаются нас пугать перегруженным звуком просто. Не хочу ничего говорить про них плохого. Я не знаю, сколько они сил вложили. Возможно, это их супердетища. Но, ребят, это просто пиздец, друзья мои. Это просто нахуй кошмар. Разработчики, во-первых, совершенно не понимают то, что перегруженный звук в уши, это ни разу не страшно. Это просто кошмарно неприятно. Естественно, мы пытаемся этого избежать, играя в игру. Так, вот ключ. Ключ на втором этаже находится в комнате. Давайте мы сейчас быстренько пойдем в кабинет отца, наконец, и посмотрим в камеры, друзья мои. Почему мы хотим вообще посмотреть в эту камеру? Как вы помните, мы пытались открыть входную дверь. Вот это у нас ни черта не вышло. И она говорит, в кабинете отца есть камеры. Так, вот кабинет отца, наконец-то. Тут есть какая-то, не знаю, там коллекция книжек мир детской литературы, видимо, тоже из 90-х. И, собственно, никак не можем мы с ними взаимодействовать, черта. Но у нас есть ком. Да, давайте мы сейчас сядем за компьютер и, наконец, посмотрим в камеры. Как же мы долго этого хотим. Ну и тут у нас, в принципе, ничего не кликабельное, естественно, да, кроме камер. К камеру можем зайти. И можем смотреть камеры, которые у нас в доме установлены. Нахуя, спрашивается, надо было сюда переть, чтобы посмотреть, что снаружи, потому что там снаружи что-то произошло. Если мы можем юзать только те камеры, которые у нас внутри дома. Собственно, видим сразу проблемы с логикой у разработчиков. Зачем нам нужно просматривать дом, друзья мои? Это часть геймплея. Совершенно бесполезная, я считаю. Потому что здесь мы должны следить за этой теткой, да, вот этой женщиной, которую мы видели, которую выдолбили в глаза. Пойду на кухню, выпью успокаивающее. Ну, давайте следовать сценарию игры. Так, успокаивающее у нас, видимо, вот в этом ящичке находится, да, там что-то наверху какие-то колбочки стоят. Давайте попробуем так, залезть мы туда никак не можем. Видимо, нужно подставить стульчик, да. Так, у этого стульчика надломана ножка. Хоть это и не видно ни хрена на модели стула, но вот этого все нормально. Ну, давайте тогда попробуем этот стульчик. Как-нибудь забраться. Очень криво все реализовано. Заглядываем под текстуры заодно по пути к успокаивающим. Ну, и ни черта у меня не получается взять успокаивающие, друзья мои. Никак. Я тыкаю, надо вроде их взять, но она их не берет. Я оставил воду в комнате. Вот что она мне говорит, друзья мои. Да, есть вода в комнате, давайте пойдем в комнату. Видимо, нас просто так разработчики стараются гонять по дому, да, чтобы чем-то нас напугать. Так, тут эта телка, которая нас будет пугать скримером, конечно же, если мы подойдем к ней близко, друзья мои. Очень неизбитый, оригинальный такой прием, неустаревший. Разработчики видно, что с большой фантазией. Никак ее обойти мы не можем, да, там. Попробуем быстро прибежать, смотреть, что будет. Да, мы бежим, мы бежим, бежим, бежим. И, конечно же, скример. Даже сейчас я немножко испугался. Для вас, друзья мои, я, конечно, сделаю звук потише, потому что все, что смогли сделать для нас разработчики, это просто какой-то вопль с перегрузом садовым просто в уши нам пустить. И они думают, что это страшно, да. Как только вам становится грустно, что вы вообще приобрели эту игру, если вдруг ее все-таки приобрели, посмотрите на сиськи и поймите, что хотя бы что-то в этой игре есть хорошее. Это буфера. К сожалению, не могу не сесть посрать, друзья мои. И вот, да, могу только смотреть на свои сиськи. Помыться тоже нельзя, помастурбировать душем нельзя. Это большое упущение игры. Я думаю, если бы разработчики подумали об этом и ввели бы такую возможность в игру, я бы ее так сильно не обсирал, друзья мои. Но шмара все еще здесь, она все еще стоит. Так, вот в этой комнате мы вроде еще не были. Особо давайте посмотрим, что-то можно потыкать, чтобы запустить дальше сценарий игры. Я часто пряталась в этот шкаф, когда играла Сестренка в прятки. Ну-ка давайте попробуем спрятаться в шкаф. Нихуя она в шкаф не прячется, друзья мои. Давайте искать дальше, что нам запустит сценарий игры вперед. Так, можно включать лампы и телевизор. Интересная очень игра, очень интересная игра. Так, что еще тут есть? А, вот, мы видим какие-то сатанинские рисунки. Видимо, возможно, это нам поможет запустить игру дальше. Ужасного качества. Видимо разрешение, блин, 320 на 240. Растянутая картинка отвратительная. Так, так. Ну-ка давайте посмотрим, что у нас там сейчас. Ага, она тут появилась. Давайте попробуем шкафчик в этот раз. И в этот раз он чудесным образом сработал. Она все-таки согласилась в него спрятаться. Так, это уже катсцена, друзья мои. Я ничего не трогаю сейчас. И... Так, вот она пришла. 100% сейчас будет скример. Я вангую сейчас скример, друзья мои. А, ну вот он, ну конечно. Мы выпадаем, падаем на пол, сиски смещают удар. Несмотря на то, что сосочки немножко натерлись после него. Итак, мы пробуждаемся на паласе, друзья мои. Вот мы проснулись. Вошли во вторую часть этой игры. Так, тут мы видим надпись сейф, нарисованная нам в пейнте, которая как бы намекает на что-то. Видимо нам нужно найти... Ага, вот сейф. Даже не представляю, где мне искать. Код от него. Нам нужно найти код от сейфа. Ну что ж, давайте попробуем его найти. Мы хотели попить воды. Вы помните логические цепочки, которые выстраивают нам разработчики? Мы приходим сюда, чтобы взять воду. Я не хочу пить, она говорит, друзья мои. Нахуй ей эта вода все-таки не уперлась. Просто это был повод нас сюда загнать. Внимание! Мы можем включить вытяжку, друзья мои. Вот это я понимаю 2017 год. Вот это взаимодействие с окружением. Я просто впечатлен и в шоке. А вот и сейф, друзья мои, находится в кабинете отца. И, видимо, наша главная задача там... Да, вот можно вводить цифры. Видимо, наша главная задача на данный момент игры это найти от него код. Так, ну давайте посмотрим на всякий случай в камеру. Возможно, наш призрак сейчас стоит где-то нас поджидает, чтобы выдать нам очередной скример в лицо и уши. Ну да, вот она стоит, ждет нас. Смотрите, как терпеливо. Я надеялся, что у нее есть хоть какая-то анимация, что она ходит, например, от комнаты к комнате. Возможно, очень быстро перемещается или летает плавно. Но вот интересно, будет ли нам сейчас что-то показано. Давайте вот прям посмотрим. Тоже терпеливо и долго. Что же с ней происходит? Как она перемещается по дому? Ага. Ну вот как все очень просто. Она просто исчезает, друзья мои. Разработчики даже не удосужились намутить хоть какую-то анимацию ходьбы, когда мы смотрим ее в камере. Не хочет она одевать ни кеды свои, ни ебучие туфли, блядь, ни папины ботинки. Как я не пытался ее одеть, ей насрать на это. Она хочет бегать дальше с сиськами. Она уже мылась сегодня, друзья мои. Ну, по крайней мере, мы это знаем, что сиськи у нас чистые. Это, конечно, большой плюс. Мне нравится, как невключенные в розетку телевизоры работают, а она спрашивает, почему он не работает, друзья мои. Это тоже логика. Я что могу сказать? Мне кажется, главная героиня боится, боится того, что ее засунули просто в отвратительный проект. Если бы это был хотя бы проект от третьего лица, где мы могли бы заценить еще жопу главной героини, возможно бы, это бы и проект хоть как-то вытягивало. Но нет, друзья мои, у нас только сиськи. Так, заглянем еще раз в ванную комнату на втором этаже. И что же мы тут видим? Мы видим, наконец-то, что игра сдвинулась с мертвой точки после каких-то наших действий, которые я даже не знаю, если честно, какие-то были. Тут мы видим какого-то чела, ну, часть чела, которого подвесили. Непонятно за что. И кто это такой, тоже нам ни хрена не объясняется, естественно. И сзади мы видим какую-то записочку. Кто ее сюда поместил, непонятно. Кому это нужно, тоже непонятно. Почему, если это наш призрак, который хочет нам просто, чтобы мы заглянули в этот сейф, почему он зашифровал послание, непонятно. Если это родители, тоже непонятно. Где они, какого хрена, ни хера непонятно. Блядь, ну хуй бы с ним. Ладно, вот у нас есть код. Видимо, это римские цифры. Но, естественно, разработчики попытались сбить нас с толку. И как-то переделали цифру 1, подставив внизу палочки, чтобы она превратилась в букву L. Ну, хер бы с ним. Давайте предположим, что это цифры римские. Соответственно, код получается там 2, 7, Z непонятная, 1, 9, 5. Ну, я думал, что это за Z. Конечно, немножко подумал, потому что не помню такой цифры в римском. Ну, вот в римских цифрах не помню такой цифры. Собственно, ну решил, давайте попробуем нолик. Давайте попробуем, друзья мои, нолик ввести вместо Z. 2, 7, 0, 1, 9, 5. Ну, и мы открыли сейф. Ебать я умник вообще. Что же у нас в сейфе? О, у нас здесь ключик. Неужели он от подвала, спрашивает наша героиня? И сейчас мы это проверим. Совершенно вообще не догадываюсь, от подвала ли он или нет. Возможно, это ключ от пояса верности мамаши, нашей главной героини. Что ж, двигаемся в подвал и узнаем правду. Ключ подходит, и сейчас мы, наконец, посмотрим, что же в этом подвале. Боже ты мой! Какой кошмар, друзья мои! Вы посмотрите на эти сатанинские рисунки! Я совершенно не ожидал увидеть тут это. Отрубленная рука из семейки Адамсов. Видимо, какой-то чувак абсолютно не в тему в стене. И появляется наш призрак. Я теряю возможность двигаться. Интересно, что там? Спрашивает наш призрак. Что там? Мне очень интересно. Что же может быть в гробу? О, там скелет! В гробу скелет! Никогда не ожидал увидеть в гробу скелет. Мы не родные дети наших родителей. Они взяли нас из детдома, но не для того, чтобы растить, а для своих ритуалов. Господи, я попала в секту. Как так умудрились в Моисейске попасть в такую беду? Они тебе рассказывали, что Джей погиб в аварии, но ты хотя бы раз приходил к нему на могилу? Нет, потому что ее нет. Господи, вот текста написаны просто идеально. Просто мечта, друзья мои. Два Оскара сценаристу. Они принесли его в жертвоприношение. Они принесли жертвоприношение для своего станицкого ритуала. Затем пришла и моя очередь. Ну что с тобой случилось? Сеструшка, тебя выявили в глаза, и ты сдохла от этого? Помнишь, как мы любили с тобой играть в прятки? Нет, дорогая, я не помню. Я не знаю. Мне ни хера не объясняли. Сара. Но, господи, боже мой, еще, видимо, эта еврейская семья придает небольшой пикантности сюжету. Нет, я не умерла от рака. Это их очередная ложь. Господи, какие страшные лживые родители. Скоро придет и твоя очередь. Сожги книгу, освободи меня от страданий и убей этих тварей. Иначе ты погибнешь. Господи, мы, смотрите, друзья, мы можем повлиять на концовку. Вот этого я от этой игры не ожидал. То есть мы можем сейчас сжечь книгу или сказать, иди ты нахуй, призрак. Поэтому я выберу второе. Потому что ебучий призрак своими скримерами меня заебал. Нет, я не верю тебе, мразина. Я не верю тебе и не хочу верить. Мои родители охуенные люди. Они не покупают мебель просто. Вот и вся проблема. Так. Ну и чё, а чё ты стоишь? Хуль ты постриглась под бальчиком, бразь? Ну я не слышал ответа на свой вопрос. Так, ладно, давайте попробуем отрубить ебало. Но я не могу взять нож. Я не могу взять нож. Я не могу взять ни руку. Я не могу взять зажигалку. Хотя бы поджечь себя, чтобы закончить эту кошмарную игру. Попробуем выйти. О нет, она переграждает нам путь, друзья мои. Вот это, вот это я понимаю эффект концовки. Неожиданный, пугающий. Друзья мои, вы видели только что плохую концовку этой игры. Ну давайте посмотрим. Может быть хорошая концовка игры хоть немножечко лучше. Так, друзья, мы вернулись. И давайте в этот раз поверим нашей долбящейся в глаза сестрице. Я отомщу им, говорит наша главная героиня. И её сиськи трясутся со злостью. Вот мы можем наконец что-то взять со стола. Я взял зажигалку и пытаемся сжечь книгу. Книга горит. Скелету похуй как был. Беленьким так и остаётся. Никакого обугленного ничего. Но на это мы и не могли надеяться. Естественно, друзья мои. Так, всё. Книга сожжена. Что же нам теперь делать? Ага, теперь можем взять тесак. Тесак, видимо, нужен для того, чтобы родителям отрезать ёбла. И папе отрезать член. Чтобы он больше никого никогда не долбил. В глаза, друзья мои. Спасибо, говорит нам Сара. Большое тебе, пожалуйста, Сара. Огромное, пожалуйста. Так. А где родители-то, блядь? Так, у меня появилась идея. Возможно, чердак. Возможно, всё это время на чердаке скрывались родители. Тогда в нём был бы хоть какой-то смысл. Да, это было бы тупо. Но нет. Нет. Нельзя туда пройти до сих пор, друзья мои. Дорогие разработчики, если вы смотрите этот обзор, объясните мне, блядь, нахуя вы этот ебучий чердак? Вообще ввели в игру, если он нахер не сдался. Так. Видимо, мне остаётся только пойти в свою комнату и лечь спать. В принципе, это было бы первое логичное действие в этой игре. Да, я могу лечь спать с тесаком, ложимся спать в обнимочку. Он греется в наших сиськах, пока мы спим, чтобы проснуться и увидеть, что родители, наконец, приехали. И мы можем отомстить за брата, за сестру и за мои сиськи. За мои сисечки. Ну, давай, погнали, погнали, погнали. Так, где же они? Где их комната? Я почему-то не могу бегать, блядь. Почему я не могу бегать? Я могу только ходить. Так, пытаемся тыкаться. Здесь была вроде родительская комната, но ничего вообще не происходит. Никакой реакции нету. Твою мать. О, я бегать научился. Снова могу бегать, слава тебе яйца. Все двери закрыты. Родители пришли на хату и закрыли все двери. Чтобы я ни в коем случае не ошибся дверью, когда буду искать их, чтобы убить. При этом мою дверь они не закрыли и меня не нашли. Родители, видимо, такие же одарённые, как разработчики. О, всё, я зашёл. Я зашёл. И сейчас мы увидим и родителей, и их смерть. Я очень надеюсь. Отправляйтесь в ад! Полный пиздец, друзья мои. Это просто... Это самый большой кусок кала, который я устанавливал на свой компьютер. Просто... Это не просто кал, друзья мои. Это кал, который высрала собака после того, как поела блевать не бомжа, блядь. Который сблевал из-за того, что ел кал собаки. Другого ничего не могу сказать по поводу этой игры. Это отвратительная графика. Это отвратительное звуковое сопровождение с перегруженными скримерами в уши. Абсолютно неинтересная история. Диалоги написаны просто пятилетним мальчиком, мне кажется. Ужасно, друзья мои. Просто не проработано абсолютно ничего. Технически отвратительно. Стоит эта игра сейчас с теми недорого. Там 70 рублей. Но она и рубля, естественно, не стоит. Друзья, большое вам всем спасибо, что посмотрели обзор на эту игрушечку, которая называется Evil. Еще раз напоминаю. Надеюсь, разрабы, если увидят этот обзор, не найдут меня в подворотне и не отпиздят, как меня пиздили на каховке в 94-м. Ну а если вам понравился этот обзор, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Marader120Gigabyte. И до встречи в новых видео. Всем респект, йоу. Субтитры сделал DimaTorzok